В этом году мы не раз ездили в поселок Ставрово. Сначала к нам обратились люди, у которых проблема со здоровьем. Дело в том, что в местной больнице было плохое обеспечение бесплатными лекарствами. Лечение все за свой счет, так и говорят. Лечение все за свой счет. Сначала мы закупаем лекарства, медикаменты. Нам терапевт выписывает все, что нужно. Мы закупаем и с своим приходим. Там бесплатно только медсестра, ее, значит, вот работа и шприцы. Жаловались на то, что бесплатных лекарств не хватает и сами медики. Об этой проблеме мы сообщили в департамент здравоохранения. Они провели проверку. В результате ситуацию удалось урегулировать. Нужные препараты были заказаны. Но на этом несчастье жителей Ставрово не закончились. Коммунальные проблемы сыпались на людей с незавидной регулярностью. Возникали перебои с водой, отоплением и благоустройством. Должны были вот такие же низкие бордюры сделать у подъездов. Но не сделали их. А по факту получается? По факту вот только вот такие огрызки, обрезки у нас получили с тротуара. Причем на эту работу с собственников собирали деньги. После очередного нашего репортажа в Ставрово все-таки приехала комиссия департамента ЖКХ с проверкой. Проблема самая основная – это несогласование мнений администрации и жителей. Жители хотят одно – администрация принимает решения, которые жители не готовы принять. И поэтому опять жители возмущаются. С ними проекты не согласовываются, что является грубейшим нарушением. Приезжала комиссия профильного департамента после нашего репортажа и в поселок Колокша. Жители одного из домов замерзали в собственных квартирах. После проверки батареи потеплели, а вот перерасчет собственникам сразу не сделали. Вмешались мы и в ситуацию с отсутствием тепла и электричества в домах в микрорайоне Владимира Веризина-2. В квартирах у собственников стоят электрокотлы. Но в новом микрорайоне регулярно возникали перебои с электричеством. Вот и в холодные дни октября его снова отключили на 6 часов. О проблеме мы сообщили в департамент ЖКХ новому руководителю Илье Потапову. Через 15 минут после звонка Свет Веризина появился. Стали смотреть документы. Как выяснилось, документов у управляющей организации необходимого комплекта документов не было. Но мы понимаем, что на улице минусовые сейчас температуры. Срочно было принято решение принять заявление от управляющей компании. Эти шаги были необходимы сделать для того, чтобы мы могли оперативно еще вчера вечером, уже к половине пятого подключить по постоянной схеме, дать напряжение в данные жилые дома. В темноту погружалось и село Крапивье Суздальского района. С наступлением сумерек из дома в этом населенном пункте лучше было не выходить. Освещения на улицах почти не было. Тем не менее, местные власти все-таки проделали определенную работу и осветили Крапивье. Нам нужно проводить свой световой кабель. Это порядка, мы уже изучали вопрос, это 440 метров, 11 опор. Такая ситуация. Сейчас на данном этапе мы вот проект делаем, рассматриваем, заказчиками разговариваем. Я думаю, что сделаем мы в ближайшие, ну, до конца месяца вряд ли у нас получится сделать. Ну, в начале декабря, я думаю, все вопрос решится. Журналистское расследование мы провели и в Камешково. Там некоторые из местных депутатов обеспокоились судьбой полутора миллионов, которые местная администрация выделила на пять грантов. Но спустя два года ни один из проектов не был реализован. Этим материалом заинтересовался региональный следком. По версии следствия, дело было так. В марте 2017 года руководитель ООО через своих знакомых в сфере торговли осуществил закупку предметов, заполучив товарные чеки на завышенные суммы. А затем, создавая видимость исполнения условий использования гранта, через счета сторонних организаций обналичил 300 тысяч рублей. И присвоил субсидию. Ежегодно мы снимаем репортажи про незаконную уличную торговлю. И вот в этом году власти все-таки услышали СМИ и собрали всех торговцев вне закона в одном месте. Тем самым очистив улицу Батурина от приезжих предпринимателей. На улице Ростопчина только после обращения собственников на телевидение спилили дерево, которое нависало над тротуаром. И при порыве ветра могло упасть на голову прохожему. Помогли мы и жителям одного из домов на улице Фатьянова. Собственникам квартиры новостройки, что по соседству с новой 49-й школой сообщили, по их детской площадке должен пройти школьный забор. Совместными усилиями придомовую территорию удалось отстоять. Буквально на следующий день, после того, как мы позвали телевидение, они уже дали ответ, что эти работы будут выполнены. Абсолютно новый, никаких ремонтов, абсолютно новый асфальт подъездной, абсолютно новую дорожку сделали для мамочек с колясками. Укрепили сеткой, вот последние подготовительные работы уже проходят. Мы очень довольны. Забор оставлен в порядке, площадку мы никуда не подвинули, ни на сантиметр. Детишки у нас играют. Поспособствовали мы и ремонту дороги возле торгового центра в восточном районе города. После выхода сюжета ее привели в порядок и засыпали аварийное участок, по которому ездят машины и ходят пешеходы. К нам обращались и инициативные граждане с улицы Красносельской. Они просили пешеходный переход через дорогу. Теперь зебра на проезжей части нарисована, стоят и соответствующие знаки. Ситуация совсем изменилась, машины останавливаются, тормозят. Правда, люди еще не привыкли совсем, но я думаю, со временем все будет хорошо. Во-первых, спасибо вам за содействие. Нерадивое руководство СНТ Уварова было оштрафовано за несоблюдение правил благоустройства и содержания территории. Возле центрального входа сады образовалась гора мусора. Об этом проверяющие узнали также от журналистов 6 канала. Помогла наша съемочная группа и звукорежиссеру Никите Родину. Молодой человек сдал в аренду музыкальную аппаратуру роллер-школе. За долги собственник помещения опечатал спортзал и технику не хотел отдавать. После нашего вмешательства месячный конфликт между сторонами был улажен прямо в день съемок. И оборудование вернули законному владельцу. Так что, если и у вас есть проблемы, которые не решаются, звоните 366666 и мы постараемся помочь. Юлия Кузнецова, Алексей Дудин. 6 канал.